Светлана Ткачук работает в открытом акционерном обществе «Брестпроект» с начала августа. Ее должность не из простых. Она – инженер-проектировщик. Внимательный взгляд, ритмичное постукивание клавиатуры и щелкание мыши, а также огромное количество бумаг, документов и чертежей на столе – постоянные спутники Светланы во время работы. Времени для бездействия у нее попросту нет. Ложиться в запланированные сроки и сделать свою работу качественно – именно к такому результату стремится девушка. Моя работа заключается в разработке железобетонных конструкций, каких-то изделий, также металлических конструкций. Также мы делаем проекты нового строительства, реконструкцию и так далее. В данный момент надо набраться опыта. Я думаю, что если все будет получаться хорошо и складываться в лучшую сторону, то, конечно же, я здесь останусь, потому что все-таки работа интересная, коллектив тоже хороший, поэтому не вижу препятствий для того, чтобы здесь не оставаться. Светлана Ткачук не единственная, кому повезло получить распределение в областном центре. Кирилл Мешик после успешного окончания университета не покинул стены родной альмаматор. Статус студента он сменил на преподавателя. Сейчас в его обязанности входит подготовка ребят к лабораторным и практическим занятиям. Делиться знаниями со студентами, особенно когда разница в возрасте минимальная, сложно. Но Кирилл смог проявить свой педагогический талант и найти общий язык с молодыми людьми. Не последнюю роль в этом сыграла генетика. Дело в том, что у меня также мой отец работает преподавателем. То есть это уже, можно сказать, такое семейное. Я, в принципе, представляю, как это... Ну, я представил еще, когда был ребенком, я представлял, как это происходит. Ну, это так, это таким детским углом. Но, да, в принципе, сейчас у меня есть возможность увидеть это самостоятельно. И я могу сказать, что я не разочарован. Мне всегда было интересно что-то рассказывать, чтобы внимательно слушали. И, ну, видеть вот это, знаете, в глазах, когда тебя слушают, тебя воспринимают всерьез. И хотят, чтобы от тебя получить еще. Вот это самое такое, ради чего, в принципе, идут, наверное, работы преподаватели. И пока одни ежедневно общаются со студентами, в окружении других преобладает техника и роботы. В числе тех, кто выбрал для себя такой интересный профессиональный путь – Артем Скоруба. Этот молодой человек проводит много времени не только в лаборатории университета, но и в открытом акционерном обществе «Савушкин продукт». Здесь я преподаю студентам, в основном принимаю лабораторные работы на предприятии. В большинстве случаев занимаюсь робототехникой. Ставим роботов. Приятно, когда у тебя есть работающие проекты, к примеру. Проекты реальные, проекты на заводе, которые, ну, что-то приносят хорошее. Не знаю, это, ну, это интересно. И таких перспективных ребят Брестский государственный технический университет готовят ежегодно. При этом администрация высшего учебного заведения постоянно мониторит ситуацию дальнейшей судьбы студента и его профессиональных успехов. В нашей университете действует система менеджмента качества образования. Согласно этой системе мы должны проводить анализ, анкетирование мнения наших заказчиков, то есть организаций, которые, ну, привлекают наших выпускников. Там сформирован перечень круг вопросов о том, насколько они оценивают качество, выше, ниже. Оценки ведутся анонимно, то есть это через интернет проводится. Нет такого, что пришел, попросил, сказал. Они указывают на какие-то слабые места у наших авиатурентов, рекомендации свои вставляют. В связи с этим происходит анализ этих всех замечаний, вносится изменения в учебные планы, в подготовку, ну, для того, чтобы приблизить обучение с такого теоретического, более практического уровня. Ирина Кузьмич, Дарт Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.